Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, Татьяна! Рада вас всех приветствовать, друзья мои. Вот сегодня тема такая, которая звучит в наших федеральных госстандартах. И скажу вам честно, в стандартах есть такие ёмкие фразы, иногда мы проходим мимо них, как бы казённые фразы, но если вникнуть, это целая глубокая философия в них заложена. И от этого зависит, конечно же, то, как мы будем работать и что с этим делать. Вот сейчас поговорим как раз и об этом. В чём уникальность детства, ребёнка детского возраста, и вообще о том, даже как мы мешаем им, как сделать, чтобы не мешать, а именно помогать. Ну что ж, начнём с фразы, с цитаты Константина Дмитриевича Ушинского, который говорил, что характер человека более всего формируется в первые годы его жизни. И то, что ложится в этот характер в первые годы, ложится прочно, становится второй натурой человека. Всё, что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той глубины, какой отличается всё усвоенное в детские годы. Почему так происходит? Друзья мои, потому что взрослый для ребёнка, перед ребёнком, обладает таким авторитетом, который соизмерен с Богом. Но представьте, маленький ребёнок, перед ним стоит человек выше 2-3 раза ростом, огромного роста, и который может больше, чем этот ребёнок. Ну, мы стоим, перед нами человек, представьте, 5-6 метров ростом, мы на него смотрим вот так, и он нам говорит определённые вещи вполне уверенным, серьёзным тоном, что с нами тогда происходит. Конечно, мы верим его безоговорочно, потому что он знает больше нас, он может больше нас, он совершенно спокойно делает какие-то вещи, чему мы учимся. И в этом возрасте у детей нет абсолютно никаких фильтров, ещё нет фильтров. Фильтры появятся потом, когда мы дадим им определённые знания, определённые ценности, потому что ценности являются этим фильтром. Какие ценности мы дадим ребёнку, такие будут у него фильтры для сортировки информации, что пропустить в себя, что не пропустить. И, как я говорила, вот ФГОС прямо на первой, второй странице стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка. И здесь заложены определённые принципы. Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности. Вот сегодня я буквально час-полтора назад вышла прогуляться и слушала мудрецов, как обычно я это делаю. И вот что говорится? Говорится о том, что не существует одной абсолютно верной реальности. У каждого своя реальность. И в этом уникальности красота нашей жизни. Нет одного определённого универсального стандарта. Всё верно в нашей жизни. И одно, и другое. Иначе нам было бы скучно жить. И дети совершенно разные. И когда мы поддерживаем разнообразие этого детства, то мы получаем многообразный, интересный и целостный мир. И здесь именно сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Следующее – это личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых. То есть уже в фокусе заложено, что воспитание должно быть личностно развивающим, гуманистическим, а не автократическим. При том, что мы такие большие перед ребёнком и выступаем как бы в роли Бога, наше влияние на них не должно быть таким давлеющим. Наша задача – позволить ребёнку с вами разговаривать на равных. Да, мы чуть больше знаем, но это не значит, что мы мудрее. Иногда маленькие дети говорят такие фразы, такие вещи, что удивляешься, диву даёшься той мудростью, той мудрости, которой они владеют в этом возрасте. Потом это исчезает. С чем это связано? Иногда считается, что душа человека приходит в этот мир, в обличии человека, маленького ребёнка, он растёт. И в первые годы в нём ещё сохраняется связь со Вселенной, с той частью мира, неба или чего, откуда он пришёл, откуда пришла эта душа. И, возможно, душа довольно мудрая. Потом постепенно забывается. Но в детском садике, в дошкольных образовательных учреждениях мы имеем как раз дело с теми детьми в тот период, когда у них ещё есть связь с Великой Вселенной. Иногда они мудрее, чем нам может показаться, и мудрее по некоторым вещам даже от нас. Вот скажите, вы работаете с детьми, вам встречались какие-нибудь мудрые фразы, которые вводили вас в топор? Дети говорили какие-то вещи. Наверняка вы это замечали. Следующая – реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной категории. Вот это очень важно. Дело в том, что ребёнок с момента рождения и до 7 лет проходит несколько очень важных стадий развития, и они по целям совершенно разные. Мы об этом как раз сегодня будем с вами говорить. Так что же такое личность? Считается, личность – это личина, которую надевает на человека, от слова личина, личность – личина, который показывает субъекта социокультурной жизни или тот, который носит в себе определенные качества, характера, который раскрывается в контексте социальных отношений, общения, предметной деятельности. С другой стороны, под личностью могут принимать и человеческого индивида как члена того или иного общества, общности. То есть в нашем окружении личность появляется в социальной среде. Отдельно человек сам по себе не нуждается в личности, в этой лечении, проявлении. Но будучи представителем нации, страны, общества, класса, там, скажем, группы, семьи, он приобретает определенную внешнюю оболочку, с которой он проявляется в мире. Почему это делается? Потому что нам так удобно, взрослым так удобно, чтобы мы были друг другу предсказуемы. И дальше мы увидим, как наш мозг работает на системе высочайшей экономии. Это самая экономичная система, наш мозг. В этом и плюс, в этом и есть определенные минусы, о которых мы с вами поговорим. У человека есть, когда он приходит в этот мир, базовая память, которая состоит из нескольких частей. С одной стороны, это память души. Если в первые годы она на поверхности, ребёнок может говорить какие-то фразы, дальше эта память уходит в подполе, идёт в подсознание. Оно не исчезает никуда. Оно остаётся, но оно начинает руководить человеком уже изнутри. Он толкает ему идти туда, где встретит, скажем, любимого человека или найдёт ту профессию, даже если он вроде бы мозгами не хочет, но в какой-то момент он попадает туда, потому что душа требует определённой реализации. И когда мы говорим о призвании, часто это то, что в памяти души, потому что душа пришла с определённой программой пройти определённый жизненный опыт, приобрести определённые навыки и с этими навыками вернуться в свой дом. То есть получается, что смерть как таковая – это возвращение в свой дом. Следующая память – это память рода, это генетическая память, это то, что в наших генах заложено. Иногда это в физическом теле есть, то есть строение нашего тела, но с другой стороны, не только физическое, теперь есть такое чёткое понятие, что передаётся и полевые структуры, поле родовое, то есть приобретённый опыт родителей передаётся детям. Это наблюдается и в животном мире, и в человеческом мире. Ну, например, в животном мире был сделан такой опыт с клопами. Если не знаете, там в банку положили клоп, они прыгают высоко-высоко-высоко и прикрыли крышкой. Сделали дырки, дышать им можно, и оставили на три сутки. Они там прыгали, прыгали, перестали, видели, что бесполезно оттуда вылезти, всё, перестали. А потом открывают крышку, они уже выше даже не пробуют, хотя уже как бы крышки нет. Самое интересное, что второе, третье, четвёртое поколение этих клопов тоже не пытались вылетать, хотя первые клопы спокойно вылетали, выпрыгивали из этой банки. То есть получается, что сформировалась некая травматическая ситуация, и для того, чтобы не травмировать психику, они приняли решение не прыгать выше. Всё равно это бесполезные действия. Понимаете, память рода передаётся. Травматическая память особенно передаётся. Почему? Потому что самая первая задача человека – это выжить. Следующая – память перинатального и послеродового периода. Сейчас есть в психологии такие направления, которые проводят, наверное, слышали или не слышали про техники перезачатия, перерождения. Во время зачатия тот путь, который проходит яйцеклетка, потом проходит сперматозоид, они сливаются, проходит целая эпопея. И если рассматривать это настолько красивая, настолько завораживающая история, когда яйцеклетки в матке выбирают одну как невесту, она выходит, проходит, занимает своё место. И когда приходят сперматозоиды, их огромное количество, и в них сияет яркой звездой тот самый принц на белом коне, как мы говорим, то же самое, там приходит яйцеклетка выбирает из множества одного, наиболее яркого. И в момент слияния что получается? Она схватывает его, хвостик отламывается. Для кого-то это победа, эта радость, как воспринимает, у сперматозоида тоже есть своё мышление. А для другого это катастрофа, потому что часть хвостика отломили. И если это катастрофа, то человек уже родившийся из этой клетки, уже зекота появляется, родившийся человек уже во взрослой жизни никак не может докончить свои начатые дела. Почему? Потому что у него в подсознании есть, что если он доведёт дело до конца, то у него значительная, он умрёт, значительная часть его исчезнет. Следующая травмирующаяся ситуация и для яйцеклетки, после того, как она захватила этот сперматозоид, они слились, остальные сперматозоиды нападают и пожирают его защитную оболочку. С одной стороны, это необходимо для дальнейшего роста, но с другой стороны, если яйцеклетка выбирает это как агрессию, то это агрессия. А почему она выбирает как агрессию? Потому что в материалистической жизни взрослой бабушки, прабабушки, это воспринималось. И самое интересное, вы замечали, например, несколько, есть такие серьёзные болезни, которые передаются через поколение по бабушке. Почему? Потому что наша, например, моя яйцеклетка, из которой я родилась первичной, она образовалась ещё в утробе моей бабушки. Не моей мамы, а в бабушке. А папин сперматозоид имеет жизнью один месяц. Он образовался и пошёл дальше. То есть получается, что мы от мамы получаем древнюю историю на одно поколение выше, от папы более современное. И этот перинатальный опыт имеет большое значение. У знакомой во время беременности услышала выстрелы на улице. Выстрелы. А муж был на улице. Это первый её страх. В дальнейшем ребёнок, девочка, которая родилась у неё, не могла. Она боялась, ужасно боялась, когда хлопали шарики. Вот воздушные шарики хлопали. Взрыв от этого хлопка ей становилось просто ужасно плохо. Почему? Потому что вот эта память, она сохраняется. Память перинатального и послеродового периода сохраняется. Почему? Потому что нет фильтров. И когда проводят перезачатие или перерождение, то проходит тот же самый путь, но уже с осознанием, что вот будет это, будет хорошо. Поэтому, например, те люди, которые собираются родить, нужно, например, ребёнку, с ребёнком разговаривать. Милый мой, ты пойдёшь, будет немножко сложно, но ты обязательно победишь. Ты пройдёшь вот эти родовые пути, а потом будет свет. Если ты услышишь звуки, это звуки, хорошие звуки, тебя будут окружать хорошие люди. То есть вот этот, иногда проговаривание всего этого со своим ребёнком или внутри себя. И вот есть вокруг случилось, ты не беспокойся, это тебя, я тебя защищаю. Если ребёнок чувствует защищённость, и мать чувствует защищённость, то легче проходит и рождение, и в дальнейшем жизнь человека. Почему в Древней Греции беременных женщин отправляли в такие комнаты, где были красивые статуи, красивые картины, природа, и они всё время общались с красотой, их всё время оберегали отрицательной информацией. Почему? Потому что формируется энергетическое поле нового человека, и оно будет передаваться через поколения в дальнейшем. Помните про клопов? Там пошло, и всё, тормоз. И тут же вот это сознание очень важно. Дальше память детства. До 6-7 лет идёт несколько этапов, как я говорила, мы сейчас посмотрим дальше. А дальше идёт воспроизведение этих этапов роста с новым наслоением. И что тогда происходит? Ну, дальше посмотрим. Самое интересное в неосознанной памяти что? У нас есть подсознание и есть сознание. Мозг работает очень экономично. Маленький ребёнок заплакал. Мама пришла, покормила. Он заплакал 100 раз, 90 раз мама вовремя пришла. Он спокоен. Я защищён. Мама меня защитит. Другая ситуация. Ребёнок плачет. А маме сказали, нет, кормить ребёнка надо раз в 3 часа. Поплачет, успокоится. Ребёнок плачет, мама не приходит. Плачет, не приходит. Ребёнок видит, что бессмысленно плакать. Он перестаёт плакать. И понимает, нельзя доверять никому. Нельзя обращаться за помощью. Дальше. Случается какой-то пожар. И ребёнок, вместо того, чтобы выбежать, позвать кого-то на помощь, что он делает? Он прячется под стол. Почему? Потому что бессмысленно звать на помощь. Никто не поможет. Прячься. Заткнись и сиди тихо. А потом... Или в семьях. Появляется недовольство. Человек мог бы спокойно поговорить. А давай посидим, разберёмся, в чём ситуация, почему проблема. А не решается эта проблема. Почему? Потому что вот сформировался тот сценарий. Нет доверия. Что получается? Происходит акция, реакция, вывод. И пишется сценарий. Дальше этот сценарий повторяется. Мозг запоминает. Почему? Потому что если зовёшь на помощь и не приходит, это же больно. А если не зовёшь, то ты спокойно выживаешь. Уже не так больно. Или есть дети, которые говорят, я не хочу, я занималась вокалом, чтобы родители пришли на концерт. Так я прекрасно понимаю. Почему? Потому что родители не приходили. Ребёнок ждал, не приходил. Теперь ему безопаснее не ждать их. Если придут, хорошо. Так я им сама сказала, чтобы они не приходили. Не больно мне. Меня не предадут. Я заранее их отталкиваю, чтобы, не дай бог, мне не предали. Чтобы, не дай бог, не было больно, как тогда. Вот так пишутся сценарии. Дальше. Сценарий, шаблон, как система сохранения энергии. Случается что-то, каждый раз думать, что же делать. Нет. У меня есть определённый рекламент. Двери открыли, пришли, говорю, здравствуйте. Абсолютно всё равно. Знакомый человек, незнакомый. Культура, этика с одной стороны. Но с другой стороны, шаблон. Сделали плохо кто-то? Ой, простите, извините. Ещё не осознала, кто виноват. Я виновата или другой, я прошу прощения. Почему? А потому что сценарий, шаблон, сохранение энергии. Дальше. Автоматические реакции, не осознаваемые человеком. Иногда эти реакции бывают болевые. Вдруг человек ни с того, ни с сего взрывается, казалось бы. Почему взрывается? А потому что в какой-то момент, когда он взорвался, это ему спасло жизнь. Кто-то пришёл, помог или что-то случилось. Вдруг все оцепенели, остановились. А потом что получается во взрослой жизни? Идёт травматизация. Аналогичные ситуации повторяются. С одной стороны, этот сценарий работает. С другой стороны, они каждый раз выходят наружу, чтобы мы их исцелили. А мы их не исцеляем. Ещё раз углубляем, и они наслаиваются новыми корочками. И циклично повторяются этапы роста. Сейчас мы будем рассматривать этапы роста детей. И что получается? Неосознанная память, это рептилийный мозг. Волнуется только вопросами выживания и сохранения жизни. вида. То есть я выживу, я дам жизнь. Иногда ребёнок родился, всё, я могу умирать. Наследство есть. Счастье и процветание не входят в компетенции этой части нашего ума, друзья мои. Там задача выжить. Смотрите, что получается. Вот это рептилийный мозг, он самый древний. Он самый древний. Потом появляется вторая часть, лимбический мозг. Это эмоции и чувства. Любая входящая информация сжимается многократно, остаётся лишь 4%. Из неё это входит в рептилийный мозг. То есть иногда бывает, видишь человека и сразу у вас появляется вот такое чувство, что я могу ожидать от этого человека. Мы говорим, у меня интуиция сильная. А просто мозг рассчитал, так, рыжий, синие глаза, одет в клетчатую рубашку. Да, или что-то. И мозг высчитал, от этого человека, где-то в жизни он видел такого. Или этот рептилийный мозг разделяет всех людей на 5-6 видов. Ну, пусть будет 10. Мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра, злой сосед и вот какой-то ещё человек. Всё. Он увидел человека, сразу его по полочкам разложил. Это происходит очень быстро, в течение 40 секунд. Помните, я говорила, мозг экономить, экономная система, это экономика высочайшего класса. Вот этот рептилийный мозг сразу это делает. Друзья мои, вижу ваши комментарии, очень рады, что вам информация эта полезна. Смотрите, а лимбический мозг чем занимается? Эмоциями, нашими чувствами. То, что наша жизнь делает с одной стороны богатой, но с другой стороны невыносимой. Когда у нас страх, агрессия, низкочастотная эмоция, эта жизнь делает вот такой. Что она делает? Это нам заставляет двигаться. Мы из этого состояния хотим вырваться, выйти. И с другой стороны, когда нам хорошо, мы понимаем, вот это прекрасно. Это все вкусовые ощущения, это та радость, которую мы воспринимаем. Без эмоций жизнь была бы неинтересна. И поверьте, душа спокойная приходит в человеческое тело именно потому, потому что тело обладает вот этими чувственными способностями чувствовать, нюхать запахи, трогать, слышать звуки, наслаждаться всем этим. И верхний слой неокортекс, это самая молодая часть мозга. Не смотрите, что она большая. Не, она тоненькая, это тоненькая пленочка. Но это именно та часть, которой мы говорим, будь осознанной, которая приносит нам мысли. Мы анализируем благодаря ей. Вот первая информация, которую ребенок принимает, он сжимается, идет в рептилийный мозг. Постепенно у него появляются некоторые анализаторы, ценности, какие-то вещи, это хорошо, это плохо. И неокортекс включается пояснично рассказываю, вдохновляю. Спасибо, Евгений. Так, неокортекс анализирует, анализирует всю эту информацию. И когда у него есть какие-то точки для анализа, он может их делать. И получается, вот эти синапсические связи, мозг развивается, когда одна связь с другой идет уже критическое мышление. На каждом этапе развития ребенка будут появляться вот здесь новые очаги. Если мы не будем запрещать нашими квадратными условиями, то ребенок развивается гармонично, интересно, у него все начинает развиваться. Изначально у ребенка есть способности абсолютно во всех сферах. Как бы есть там первичные связи, которые во всех направлениях. И художественные, и логические, и так далее, все это есть. Но постепенно там, где течет больше информации, она развивается, там, где не течет, высыхает. И, конечно, если я говорила о генетической памяти, да, есть еще и родовая генетическая память, предрасположенность. Но с другой стороны, друзья мои, как растет цветок в определенной почве, в определенной среде, также способности человека раскрываются, если он находится в определенной среде. Родные химики, физики, доктора, конечно же, его тянет в биологию. Или, может быть, обратно, в крайнюю противоположность, подальше от этого пойдет в другое направление. Но где-то середина не высматривается, есть некая ось, и выбирается или этот конец, или тот конец. Часто вот так бывает. Ну что ж, и смотрите, к семи годам у ребенка формируется как раз аналитическое мышление и развивается неокортекс. Так, смотрю, вопрос, у нас есть вопрос, Евгения Широкова дала. Недавно в Фейсбуке увидел вопрос беременной женщины, как предотвратить аутизм ребенка до его рождения. Диагноз аутизм поставить до рождения невозможно. Велика доля генетики в появлении детей с раз. Однако, может быть, действительно, можно совершить какие-то общие действия, которые в целом снизят риск появления ребенка у ребенка аутизма. Вы знаете, с аутизмом до рождения я не знакома, но я очень много статей читала, что содержащийся в прививках, вакцинах алюминий, его количество влияет как раз таким образом, что аутических детей, аутистов становится все больше и больше. Это первое. Второе. Если человек, что мы в голове прокручиваем, то и притягиваем. Маме надо не бояться, чтобы ребенок родился вот таким больным, а ее надо представить, какой здоровый, счастливый ребенок. Она в голове себе лепит образ этого ребенка. И немножко почитать насчет действительно этого алюминия, потому что оказывается, вот эти прививки, первые прививки, которые дают в первой неделе ребенка, дают ему то количество алюминия, которое ребенок с молоком матери получать будет в дальнейшем в течение шести месяцев. А это бешеная доза, шестимесячная норма за один раз. Это вы представляете, какой удар для ребенка. И я вообще не думаю, что разумно в первые дни жизни ребенка так атаковать его иммунную систему и говорить цыть, ты ничего не понимаешь, я мудрее тебе. Нет, мы не мудрее природы. У нас великолепная иммунная система, если только ей не мешать. Итак, смотрим, базовые эмоции, всего их шесть. Страх, гнев, отвращение, печаль, радость, интерес. Смотрите, в чем задача. Эти базовые эмоции, дальше идет какие-то их количественные качественные изменения. Когда у человека страх, у него три реакции. Убежать, нападать, убегать, нападать и замереть. Когда гнев, он уже нападает, это более сильные эмоции, у человека больше энергии, он нападает. Когда отвращение, он понимает, что вот это кушать нельзя, с ним общаться нельзя. Печаль позволяет понимать, что вот чего-то не хватает. Радость, то есть эти все эмоции приводят к тому, что у человека проявляются какие-то действия, они заставляют действовать. В состоянии страха мы защищаемся, в состоянии гнева мы разрушаем, в состоянии отвращения просто оставляем, уходим, не прикасаемся, в состоянии печали. Что мы делаем? Мы пытаемся выйти из этого состояния в радости, нам хорошо, мы отдыхаем, удивление заставляет изучать дети в младшем возрасте, в дошкольном возрасте, они как раз, это их базовые чувства, интерес, удивление, это и заставляет детей учиться, наблюдать. Смотрите, личность человека формируется из всех видов неосознанной памяти, неосознаваемых реакций и выводов младенческого возраста. Ограничения предосторожности взрослых могут препятствовать самораскрытию идентичности. ребёнок идёт, он на четвереньках бегает, открывает ящики, он изучает, а что там? Что делает взрослый? Его миленько сажают этот манеж. Сиди, милый мой, у нас все ящики будут целы, у нас все вещи будут целы, ты будешь сидеть, понимая, что нечего стремиться, нечего изучать, нечего развиваться, а потом удивляемся, почему ребёнок в школе не хочет учиться? Ну, потому что и у него ампутировали желание изучать, исследовать, да? Ребёнок бегает на четвереньках, у него формируется левое согласие мужичок, это левое и правое полушария, да, и сразу сажает в ходунок, вот постой, научись ходить, пусть побыстрее походит, а почему не даём ему перейти определённый жизненный этап, когда формируется это дальше, привет, логопедические проблемы, человек не может выговаривать какие-то вещи, почерк плохой, только тогда мы идём нейропсихологу или логопеду разным специалистам, чтобы восстановить у ребёнка те способности, которые он естественно сформировались бы, ну пусть месяц бы, месяца два побольше он бы побегал на четвереньках, да, то есть мы хотим, чтобы наш был лучше, развивался быстрее, и вот получается такая вещь. Личность человека развивается, когда он делает свои реакции осознанными, ломает или утверждает усвоенные шаблоны. Что получается? Почему? Потому что в этот момент у нас работает неокортекс, верхняя часть, молодая часть мозга, та, которая анализирует, он берёт, ломает, пробует и выводит собственное решение. Первое, вот то, что у него было заложено автоматически в первые дни рождения, до рождения, в перинатальном периоде, он может изменить помощь взрослых в развитии осознанности своих действий, когда мы задаём вопросы. А как ты думаешь, что будет? А почему ты так хочешь делать? А почему ты так сделал? Мы выводим его автоматические реакции из автоматизма в осознаваемую часть. Так, читаю комментарий. ой, спасибо. Ну что ж, рада. Прекрасно. Ну что ж, друзья мои, идём дальше. Есть правило трёх П. Что это такое? Понять, признать, принять. мы пытаемся понимать ребёнка, признать его как личность, потому что с момента рождения ребёнок уже состоявшийся полная прекрасная личность. Если мы признаём его, а не говорим «мало ещё, поживи с моё, поживи с моё, то, что я пожила и так далее, потом поймёшь». Нет, он уже личность. И принимать его таким, какой он есть, потому что на каждом этапе жизни он будет делать разные вещи. Вот потрясающие книги, как раз я готовясь, брала вот эту информацию, которая вас удивляет в большинстве своём, «Отсюда и визита». Это Памела Левин, ученица Элька Бёрна, «Стадия развития ребёнка». И что она говорит? Первые шесть месяцев ребёнка – это сила быть. Ребёнок просто лежит, он ничего не делает, он живёт. Если приходит мама, папа, друзья, улыбаются ему, ему говорят «Я так рад, что ты есть». Человек чувствует «Как хорошо, что я здесь, мир меня принимает». А если приходит беспокойно «Ой, я опять заплакал, нету молока, не хочу, ну что ты мешаешь, опять не даёт спать». Вот это ребёнок чувствует, он интуитивно чувствует. Самое интересное, знаете, как понимают дети наши слова? Они слышат звук, но воспринимают телепатически ту мысль, которую мы им передаём. Мы можем ничего не говорить, но они читают наши мысли. И благодаря этому слова приобретают значение. И что получается? от нуля до шести месяцев сила быть. А если мы не рады тому, что ребёнок родился, да, спина грызли, какие-то фразы вот такие выговариваются, ребёнок понимает, что ему лучше исчезнуть, что ему не рады. И мы видим иногда людей, которые везде, куда бы ни пошли, они в какой-нибудь угол забиваются, есть обычная скромность, но кто-то вот идёт и слишком далеко, чтобы его не видели. Почему? Потому что он боится. Вот есть именно в этом возрасте сформировалась вот эта сила быть. Следующие 6-18 месяцев сила делать. Что делает в это время ребёнок? Он руками хватает всё, он берёт и в рот кладёт всё, что попало, он изучает, он делает. И когда положили, поставили его, как я говорю, вот этот манеж, всё делать тебе нельзя, милые, даже не пробуй. Потом мы удивляемся, почему дети в школе или взрослые люди делают минимум, говорят, почему ты этого же не сделал, вот ситуация, а мне никто не говорил, это в моей инструкции не написано. Почему? Потому что делать возбраняется, а другой, у которого не возбранялось, спокойно шёл, просто взяли ящики и всё опасное снизу убрали, обезопасили, и ребёнок пусть гуляет, открывает ящики, вытаскивает оттуда, бельё залезает туда, а если пробует, то безопасные какие-то вещи, что получается? У него село делать, я могу делать, он берёт ложку, обливает себя всё, а мама ещё и радуется, милый мой, я взял ложку, а у другого фу, опять весь испачкал, ну придётся всё это помыть, дай-ка я тебя накормлю, всё остановили, нельзя делать, потому что когда ты делаешь, мама грустит, а мама кто? Мама эта святая, мама богиня, мама, папа, заместитель Бога на земле для ребёнка. Сила думать, ребёнок начинает говорить, нет, не буду, он начинает делать самостоятельные шаги, самостоятельно мыслить, не так, как мама, не так, как папа, что же получается? Мы говорим, плохо говорить, нет, ребёнка формируется, плохо говорить, плохо иметь свои собственные мнения, и когда уже взрослый мужчина говорит, да пойдём, попьём, ну что тебе сделает рюмочка, как, ты не за компанию, мне ж нельзя думать, мне ж нельзя делать, как я хочу, тогда и жду, сажусь и пью. Нам говорят, идите, голосуйте за этого, ну, они, наверное, умные люди, зачем мне думать? Вдруг из-за этого мне по башке придёт ещё и скажут, ты что высовываешься со своими мыслями? И он перестаёт думать. И вот здесь, в этом возрасте, вот это думать самая важная вещь, потому что мы увидели, что когда мы думаем, в неокортесе формируется всё остальное, мы можем переделать, пересилить всё остальное. А как же сделать, если ребёнок говорит, нет, не хочу, мы даём кушать, нет, не хочу. Хорошо, а что хочешь? И тогда мы делаем простую вещь, есть такая одна хитрость, выбор без выбора. Вы даёте два варианта. Не буду кушать. Хорошо. Ты сейчас покушаешь или через 10 минут? Через 5 минут или через 10 минут? После прогулки, до прогулки. То есть мы даём выбор. Ребёнок говорит, и что он скажет? Нормально. У меня племянник говорил, потом. Папа говорил, хорошо. Проходит 30 секунд, он говорит, потом наступило. И ребёнок спокойно соглашался. Потом наступило. Для ребёнка это потом времени, не имеет понятия. Это на сколько потом? Главное, что утвердилось его слово. И вот в этом возрасте важно ребёнку давать внутреннее осознание, что он может принимать решение. Следующий возраст, уже от 6 до 2, а, уже 3,6 лет, силы индивидуальности. У ребёнка появляется своя индивидуальность. Он уже идентичность определяет. Я мальчик, девочка. Что со мной происходит? Почему я мальчик? Почему она девочка? Вот это. Мальчики бывают такие, девочки бывают такие. Появляется, смотрит вокруг. Вот девочки так делают, мальчики так делают. Вот этот мне нравится, то не нравится. И вот нравится, не нравится. Помните, это базовое чувство, радость, удивление. Вот это всё, что цепляет информацию и перерабатывает, и проявляется индивидуальность. Дальше идёт сила мастерства 6-12 лет. Дети начинают писать. Они долго, многократно повторяют одну и ту же функцию и постепенно получается чуть-чуть, помаленечку. Постепенно, хорошо. Вначале они просто каляки-маляки взяли. Важно было просто подержать карандаш и видеть, как он вообще пишет, как он оставляет след на бумаге. Дальше какие-то палочки, разукрасить определённое положение. То есть мы частями, шаг за шагом, позволяем приобретать силу мастерства. И ребёнок приобретает. Точно так же, когда он идёт в музыкальную школу или в художественную. В музыкальную. Что делает? Вначале руку держит, потом прикасается до клавиши и издаётся звук. И вот это постепенно нарастается сила мастерства. И мозг начинает понимать, что при многократном повторении получается определённое качество. Смотрите здесь, какая есть опасность. Главная опасность таится у талантливых детей. Почему? У талантливых детей есть вещи, которые получаются прямо чуть ли не с первого раза. Они делают, у них хорошо получилось. Они боятся делать второй раз, а вдруг не получится. Особенно, если второй раз получилось чуть хуже. Это одна такая опасность. Вторая. Со второй опасностью встретилась я в своём детстве. Я ходила в музыкальную школу, играла на скрипке. Ну, со второго-третьего раза я чисто играю. Зачем мне повторять 10-20 раз? Я что, обезьяна или попугай, чтобы повторять одно и то же? И мне учитель, мне удосужилось просто сказать одной простой вещи. Знаешь, надо повторять, потому что в дальнейшем мы будем усложнять и нужно, чтобы дошло до автоматизма, чтобы твой мозг не думал. И что получается? Например, дети многие таблицу умножения не учат, они каждый раз пересчитывают. У них быстро идёт счёт, они прибавляют по 8 раз в шестёрку. Прибавляют, им это легче, чем 5 умножить на 6 выучить наизусть. Почему у меня зубрить? Я что, не умный? И вот, когда мы даём понимание вот этих вещей, когда ребёнок не хочет учить наизусть, потому что зубрят – это зубрилы. Мы же называем, обзываем каких-то людей какими-то фразами. Вот тут формируется определённое понятие. Мне лучше осознать. и мы говорим, что одно помогает другому. И количество вызубренных этих вещей помогает быстрее создавать связи между ними. Это не мешает сознанию, а наоборот помогает. И дальше 12-18 лет силы регенерации. В это время самое главное, что происходит, тело человека развивается. Развивается и дальше создаются связи. Уже дети общаются между сверстниками. Они ссорятся, мирятся, они начинают вместе договариваться о чём-то. И вот иногда я в шутку говорю, когда ссорились, да что вы ссоритесь? Я говорю, да нормально, пусть ссорятся. Ребята спрашивают, а знаете, почему ссорятся? Вот в полуссорок говорю, а знаете, почему дети ссорятся? Сразу вопрос, а почему? Чтобы научиться мириться. Вы же как научитесь мириться, если не ссорились? Во взрослой жизни очень полезное качество. Они удивляются, смеются и забывают про ссору. Ну ладно, давай пошли гулять. То есть в любом этом есть своя полезная изюминка. Главное направить их в нужное русло и не задерживать. И смотрите, какие же мы послания мы приводим, даем детям, которые приводят к самосаботажу. Два вида послания. спеши расти, не будь зависимым и оставайся маленьким, не расти, тормоз. Дети, которые, ну когда ты вырастешь, ну когда он станет взрослым, успокоись, ты же большой и так далее. Что получается? Ему трудно доверять другим. Он плохо контактирует с людьми, потому что он находится вне времени, не соглашается с мнением других. Знаете, вот даже что может быть спеши расти, это может быть очень сильный дисбаланс со временем. У меня была знакомая клиентка, была, которая, у которой часы все время отставали. Тогда были механические часы. Когда она носила механические часы, они оставали, но она любила их носить, такие дорогие. А потом спустя какое-то время, когда мы поработали, она согласилась с тем временем, в котором живет, у нее часы, те же самые часы, перестали спешить. Они выстроились в нормальном состоянии. Почему? Потому что она вошла в контакт со временем. Они не соглашаются с мнением других, спорят все время, редко испытывают страх, чаще выражают гнев. И те, кто не растут, получили послание «Оставайся маленький». Утюти-мутик какой ты такой хорошенький. Вот хорошие они пока маленькие. Вот вырастут. Да, иногда взрослые между собой разговаривают. Обычные досужие разговоры. Что получается? У них формируется совершенно другое. Вместо гнева они испытывают страх. они саботируют свое развитие. Но знаете, самое интересное, что в семейных отношениях, когда спеши растить, стань побыстрее, быстрым, независимым, потребность они в заботе воспринимают как потребность секса. Им хотелось бы обнять человека просто или чтобы он помог, а им кажется, что им нужен сексуальный партнер. Они быстро идут в секс. У других сексуальный интерес есть, но они воспринимают ну нет, мне не нужен секс, мне нужна забота. И этот человек, который говорит не расти, идет, находит взрослого, дядю, папика, который будет о нем, о ней заботиться. И хочется нормального секса, чтобы родители детей, проявить свою страсть. Она ищет человека постарше, ей кажется, внутри кажется, что ей нужна забота, потому что она маленькая. Значит, маленькому кто нужен? Тот, кто умнее, тот, кто больше. И получается дисбаланс. У этого не хватает уже возраст разный, большой. Природа хочет одно, а сознание поддакивает, приносит совершенно другие эмоции. Просят помощи, даже когда могут сами делать. «Ой, помогите, вы это сделаете». И они не делают. Не делают. А потом вдруг оказываются в сложных ситуациях. Почему оказываются? Потому что они должны так или иначе вырасти. И жизнь будет им подавать такие милые, очаровательные моменты, когда они все равно этому научатся, хотят или нет. последствия самосаботажа роста. Это части эмоциональной и физической силы остаются связаны и недоступны для роста. И в той ситуации, и в этой ситуации испытывают подспудные чувства. Страх, гнев, печаль и даже не понимают, откуда вдруг взялось это, которые ассоциируются с потребностями и проблемами этой стадии. Помните, мы стадии посмотрели. То есть иногда, когда приходит страх от гнева, мы задаем вопрос, а с какой стадией роста это может быть связано? Быть, делать, думать стадии мастерства. Обычно первое, быть, делать, думать. Вот здесь и есть. И тогда мы думаем, значит, мне надо позволить себе думать, дай-ка я подумаю. А можно, мне следует позволить делать это, я говорю о взрослых. Задача, чтобы мы детям не мешали всё это формировать. И трудности в понимании удовлетворения собственных потребностей. Если у человека мозг искажён, там неправильные вирусы залезли туда, информация искажается, он хочет одно, а мозг говорит другое. И он не может удовлетворить потребности. То же самое в еде. Иногда когда человеку грустно или плохо в депрессии, вместо того, чтобы решать проблему, он идёт, открывает холодильник и есть всё, что попало, и получается ожирение. Почему? Потому что это легко доступные эндорфины. Ему нужны эти радостные гормоны, нужны из другого источника, по другой причине. Идёт подтасовка данных. задача развития трёх-шести лет более подробно. Решить, кто я. Вот ребёнок понимает, понять, что значит. Тестирование реальности через последствия. Вот если я сейчас возьму, он берёт, смотрит вам в глаза и выливает воду. Вы удивляетесь, он что, это бисёнок, что ли? Он нарочно меня злить хочет. Да. Он хочет посмотреть, а что будет? Во-первых, есть несколько реакций. Вода на полу. Что будет тогда? Мер разрушиться? Или что происходит с полом, с водой? Что будет? Вот она здесь, а там распласталась. Второе, а что будет мне? А что, как будут родители воспринимать мои нарушения? И когда мы в подростковом возрасте видим, что дети выводят родители просто из себя, а потому что в тот момент они не удостоверились, что родители в любом случае будут их любить. А если ребёнок выливает, хорошо, почему ты выливаешь? Ну что ж, вылил, давай посмотрим, милые, теперь надо, принеси тряпку и собирай. Он сделал, он увидел последствия. Если я что-то делаю, я сам эти последствия убираю. А если мама убирает и ещё и ворчит, ага, значит, я не буду решать последствия, но придётся послушать немножко этой ругани или по попе получить, смотря у кого какие семейные традиции воспитания. И выводы появляются по жизни. А самый правильный вывод, если я сделал что-то, то я отвечаю за это. Отделять фантазию от реальности. Дети начинают иногда рассказывать, что они сделали в садике, у вас глаза интересные, увидели интерес на какой-то теме, всё у них пошла фантазия. Я дальше спрашиваю, хорошо, здорово, с какой момента ты начал фантазировать? Я не говорю обманывать. Нет, он увидел реакцию, мне понравилось, заинтересовало и начинает рассказывать. Я улыбаюсь, он ещё больше, а я-то понимаю, что это уже пошли сказки. А тогда я говорю, а с какого момента ты начал фантазировать? И он возвращается и говорит, ну вот это всё было правдой, а вот это я немножко разукрасила. Вот и получается вот это. И развивать способность формировать, изменить свою реальность. Вот в этот момент у них развивается способность менять свою реальность. Вылил, почистил. Я сам мог вылить, я сам мог почистить. Я поменял реальность. Если я поменял внешнюю, то поменяется и внутренняя. Здесь появляется самоидентификация, кто я, как поступают такие же, как я, вот девочки и так далее. Любые вопросы они задают, почему? Социализация, тестирование реальности через последствия, вот то, что я сказала, требует силу, чтобы влиять на людей. В этом возрасте дети получают напрямую, ничего не могут получить. Они в магазин не идут, но вот если маму уговорить, папу уговорить, папа даст денежек, пойдет в магазин, купит, закажет в Авито или, не знаю, в Алиэкспресс эту вещичку и мне принесут. И они начинают просить. Если родители эту просьбу принимают, да, они могут анализировать, а давай, может, это вот лучше, и ребенок думает, думает, это одно, а когда говорят, нет, не будем, он, получая, понимает, что просить, бессмысленно. И следующее, принимать. Ну вот, столько денег из-за тебя потратили. Все, ребенок принимает, но с чувством боли. Потом мужчина и девочки говорят комплименты, а она не их принимает, потому что она ждет, если мне что-то дали, что-то, или подарки, значит, за них еще и придется отвечать, принимать больно, и они не могут принимать. Им повышают зарплату, ой, ну что сейчас будет? А ведь все это именно здесь и закладывается, умение отстаивать свои границы, права и желания. Если я желаю, и мне родители помогают, даже дают, тогда все хорошо. Управление собственным мышлением отделять фантазию от реальности, дальше развивать способность формировать и изменять свою внутреннюю реальность. Это как может? Когда он понимает, вот это хорошо, это плохо, можно, нельзя. Но эти понятия не должны быть железобетонными, они растяжимые. Почему? Вот для меня может хорошо, но ему стало плохо. Как ты думаешь, если ему стало плохо, это хорошо? Наверное, не очень. Но с другой стороны, с другой стороны, например, если это мое имущество, другой просит, это мое имущество, я могу дать, могу не дать. Следующее, право обдумывать свои действия. Думать, передумывать, поменять. Я понял, что это не совсем хорошо, поэтому я меняю свои решения. Право принимать решения, право отвечать за последствия своих действий. Это даже не право, а обязанность. И потому, что получается уже к более уже к 6-7 годам, милый мой, ты сделал и путь, и знай, что ты за это будешь получать за хорошую, хорошую оценку. Нет, я не школьную оценку имею в виду, а награду за плохое тоже. Я против наказаний. Их наказания надо заменить другим. Ликвидировать последствия своих отрицательных действий. Если ты сделал что-то не так, будь добр, обидел человека, скажи ему доброе слово взамен твой обиды. вылил по три, почисти, испачкал, почисти, то же самое, вот это и есть. Потребности этого возраста, забота, право на общение ошибку. Дети нуждаются в общении, и они право имеют на ошибку. Когда же ошибаться, если не сейчас? Ошибся. Ну и хорошо, я тоже ошибся. Давай еще разочек сделаем. Он делает вот так, некрасиво, нормально, не может, ребенок сразу выводить прямую линию. То же самое в речи и в общении с другими. Контакт с окружающими, что важно, когда дети между собой общаются, не вмешивайтесь, пока вас не зовут. Это принцип Монте-Сори очень хорош. Дети должны научиться между собой ссориться, мириться, общаться. Вот здесь это происходит. Защита права иметь и защищать свою вещь, мнение, территорию. Я так думаю, он сказал, хорошо, ты можешь мне объяснить? Хочет, объясняет, нет, не заставляем. Хорошо, это твое право. Не хочет давать игрушку, это его право. Другому ребенку говорим, если хочешь, пойди договорись, попробуй, если сможешь договориться, хорошо, если нет, это его имущество. И этот ребенок тоже понимает, что у каждого есть свои границы. С другой стороны, если у него есть границы, то и у меня тоже есть свои границы. Одобрение. Когда обращаются за одобрением или при старании сделать лучше. Когда ребенок просит, идет, просит одобрение, а как у меня получилось, обязательно давайте. И пока он не просит, он работает, не вмешивайтесь, потому что иногда одного взгляда или одобрения достаточно, чтобы у него интерес заглох, он перестает работать. Поэтому, когда ребенок увлечен чем-то работает, ваша задача стать невидимым, неслышным, просто наблюдать издали, пусть он работает, но так наблюдать, чтобы он не заметил вашего наблюдения. Потому что творчество не любит суеты и не любит посторонних каких-то взглядов. Узнать, что случится, если дети хотят видеть результаты своих действий. Нарисовали, но если мама повесила картину в комнате, это же здорово, он видел результат своего действия. Саботаж стадии индивидуальности, это жесткое восприятие себя из-за отсутствия стадии тестирования. Если он не протестировал, он не проявил себя, спеши растить, он ведет себя как взрослый, как ответственный. Не было у него права ошибаться. Отсутствие чувства эмоций не проявляет чувства эмоций, потому что надо быстрее расти. И сублимация страха в сексуальность. Как только появляется страх, идет в секс. Смысл и другое. При посыле «оставайся маленьким» страх, страх думать и мыслить, он вообще не думает, зачем. Решение независимости и самостоятельности опасное. Рост и развитие разрушают контакт и близость. Поэтому в паре семейной один развивается, а другой боится. Нет, не буду развиваться. Пятая стадия мастерства – это возраст 7-12 лет. Ибо прежде чем научиться делать нечто, мы учимся делая это. То есть делаем, просто делаем, хорошо ли, плохо ли, мы делаем. Светлана Наймушина хочет задать вопрос. Напишите, я посмотрю, попробую ответить на ваш вопрос. И дальше полезно развивать родительскую компетентность, друзья мои. Вот вы сказали, что хорошо бы мамам, папам услышать. Вот этот вебинар, он в доступе будет через несколько дней в Ютубе в свободном. я не вижу ваш вопрос. А все, все хорошо. Я посмотрю тогда. Что делать? Показывать обучающее видео, показать альтернативу наказания, вот именно решать последствия своих действий. Дальше научить задавать наводящие вопросы, показать ценность детского опыта ребенка, насколько то, что в этом вебинаре есть, вы можете спокойно дать родителям посмотреть, рассказать о задачах текущей стадии развития ребенка. Друзья мои, личность это личина, сущность это те свойства, которые мы принимаем при рождении. Это еще Георгий Гурджиев говорил, что человек при рождении получает определенный набор и дальше личности мы наносим, мы приобретаем нечто другое, часто имитируя других и теряется наше собственное. Так, как может повлиять на дальнейшее развитие асфиксии при рождении обмотанной пуповиной? Ну, это уже чисто профессиональный вопрос, смотрите, Светлана, но недостаток, скорее всего, кислорода и страх задохнуться. Надо с ребенком просто уже, когда он станет более осознанным, 10-12 лет, проработать, не вспомним, не вспоминая эта ситуация, а когда сама собой разобьется ситуация, при которых, не знаю, будет страх задохнуться или что-то, взять и вот этот вопрос проработать с ребенком. А что можно в этом случае сделать? Если у него будет сценарий, как от этого защититься, открыть окно, выйти, подышать или в теле проработать, это немножко отдельная работа, конечно, с этим можно работать, но уже чуть постарше, чуть постарше. С другой стороны, если мама не будет бояться критических ситуаций при появлении у ребенка, то все будет нормально. Следующий вопрос Елена Карелина. У ребенка приоткрыты роты, широко раскрыты глаза, когда задаешь ему вопрос по какой-то теме. На некоторое время он как будто потерялся. О чем это говорит? Ну, стадия думать у него, вот, когда вы открываете глаза, это когда удивление, мне нечего сказать, он боится, он не знает, сказать, а можно ли сказать или нет. Тогда мы задаем конкретные вопросы поменьше или даем ему время немножко успокоиться, привыкнуть к вопросу, он ответит и после того, как он ответил на вопрос, мы не даем никаких оценок к этому вопросу, типа глупый вопрос и так далее. Даже можно сказать, о, как интересно. И дальше отвечаем хорошо, но он не должен бояться, он должен перестать бояться, потому что он раньше боялся говорить свое мнение. И какое-то мнение будет правильное или неправильное не имеет абсолютно никакого значения. Мы к этому относимся хорошо и положительно, друзья мои. Ну что ж, на этом я заканчиваю, у нас уже время пошло. Все, друзья мои, скачивайте вот эти слайды и вы всегда можете меня найти в Фейсбуке, в любых соцсетях, если у вас будут личные вопросы, но конкретно бывают истории с детьми, тогда я попытаюсь вам помочь. И дайте вебинар послушать родителям. Благодарю вас за ваши теплые комментарии, друзья мои. Очень приятно, очень приятно с вами иметь делать. Ну что ж, до свидания. Отключаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова